Первым этапом избирательной кампании является образование территориальных комиссий областной, городских, районных, сельских и поселковых. Для информации, в северном области должно быть сформировано 223 территориальных комиссий. На сегодняшнем совместном заседании областполкома и приездного областного совета необходимо образовать областную избирательную комиссию. 24 декабря завершилось выдвижение представителей в состав областной территориальной избирательной комиссии. Поступило всего 18 заявок. Представители от различных общественных объединений, партии, а также от граждан путем подачи заявлений. На совместном заседании членов исполкома и областного совета депутатов было принято решение включить в областную комиссию 13 человек. Что бросается в глаза, несмотря на многие заявления, но, скажем так, из этой 1782 выдвинувшихся в составы комиссии только 26 являются представителями политических партий. И из этих 26, 10 – это КПБ. То есть представители партии, ну, скажем так, критической направленности по отношению к власти, хотя много было разных заявлений, но пока на стадии формирования комиссии активности особой мы не видим. Всего на Брещене должно быть создано 223 совета, а значит и 223 территориальных избирательных комиссий, начиная с областной и заканчивая сельскими советами. Можно говорить о том, что в составы комиссии войдут люди компетентные и уже имеющие опыт проведения выборов. Также следует отметить, что выборы в местные советы депутатов пройдут с некоторыми изменениями. Отменено, можно сказать, или теперь нет бюджетного финансирования агитационной кампании кандидатов. То есть, как раньше было заложено в кодексе, что определенные суммы выделялись на печатание плакатов и так далее, различной агитационной продукции. Сегодня этого больше не будет. То есть вопросы агитационной и оплаты агитационной кампании ложатся на плечи самих кандидатов и тех организаций, которые они представляют. Соответственно, для того, чтобы была такая возможность, в избирательном кодексе предусмотрена возможность формирования индивидуальных избирательных фондов. Это не инновация для президентских, скажем, выборов и парламентских, это было уже, но для местных выборов это новое явление. В целом на Брещене будет работать 57 избирательных округов, которые при благоприятном раскладе должны представить 57 депутатов. На прошлых выборах было 60, сейчас на три округа уменьшилось. Это процесс, можно сказать так, естественный, связанный с существенным уменьшением числа как жителей, так, соответственно, и избирателей в сельской местности. Поэтому некоторые регионы к нам с такой просьбой обратились, в частности, скажем, Столинский район. Еще есть, скажем так, у нас Брестский район и Каменецкий район, у них по одному округу и не хватает на второй округ, поэтому образовали совместный один. В Бресте, например, на Московском районе один округ увеличилось, потому что, в отличие от других регионов, в Бресте число избирателей растет. Поэтому такое происходит перетекание небольшое. И, соответственно, вот у нас будет 57 округов, и, соответственно, надо избирать 57 депутатов областного совета. В ближайшие годы Беларусь ждет три крупных избирательных кампании. В 2014-м выборы в местные советы депутатов, в 2015-м президентские выборы, в 2016-м году парламентские. Поэтому подготовка к выборам будет очень серьезной. Власти постараются сделать все, чтобы каждая избирательная кампания была максимально демократичной.